Первая пресс-конференция в наступившем году прошла в Доме правительства, где первый вице-премьер-министр Уапек Буронов сообщил, что общий объем китайских инвестиций в госпроекты составил больше 2 миллиардов долларов, которые были направлены на улучшение условий проживания кыргызстанца, в том числе на строительство и реконструкцию дорожных структур. Он также сообщил, что общий объем товарооборота между странами за 2017 год составил около 35% от всего нашего внешнего товарооборота, сказал он. После чего дал официальные данные по численности китайских граждан в стране, отметив, что их численность по сравнению с 2017 годом уменьшилась. Согласно данным государственной пограничной службы Кыргызской республики, в 2018 году на территорию Кыргызской республики прибыло 35215 граждан Китайской народной республики. По сравнению с 2017 годом отличается уменьшение. Также Буронов рассказал, что по данным ГРС в прошлом году на территории нашей страны было зарегистрировано 24 836 человек граждан Китая, отметив, что за 8 лет 286 китайских граждан получили гражданство Кыргызстана. Из них 171 человек – это этнические кыргызы, 72 человек – это этнические уйгуры, 9 человек – узбеки, 6 человек – китайцы, 9 человек – дунганы и 1 человек – казахи. Вот представьте себе, сколько у нас на сегодня проживает граждан Китая в Кыргызстане. Кот Буронов остановился и на вопросе, который в последнее время муссируется обществом. Он заявил, что Кыргызстан не отдаёт кыргызские земли Китаю за долги. Эти слова специально распространяют те люди, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране, сказал он. Это неправда и неправильно. Это просто есть люди, которые, наверное, хотят дестабилизировать какие-то наши отношения, портить наши отношения с Китаем и хотят, наверное, дестабилизировать нашу обстановку в Кыргызстане. И поэтому такие моменты выдумывают. На самом деле такой нормы у нас по соглашению нету и такой не может быть. После чего, отвечая на вопросы журналистов, он проинформировал, что пик выплаты внешнего долга будет с 2023 года. Также он рассказал и о иностранных гражданах, нарушивших правила пребывания в Кыргызстане, отметив, что с 2014 по 2018 год были выдворены из Кыргызстана 139 граждан Китая, а более 6000 человек были оштрафованы на сумму более 67 миллионов томов. Тибек Шашамбива, Нурдан Гарпеков, Пирамида.